В прошлых выпусках программы по клёвым местам мы говорили о рыбной ловле на озере Алё в Псковской области. По всему было видно, что озеро – это рыбное. Но одного рыболовного дня оказалось явно недостаточно для раскрытия всех его возможностей. Роман щедро закармливал лунки, но вместо подлещика на прикормку подошли некрупная плотва, ёрш и окуньки. А на жерлице Владимира за весь день случилась только одна поклёвка, да и та оказалась без рыбы. Сегодня наши эксперты попытаются взять реванш и поймать на Алё ту рыбу, которую искали накануне. Сегодня с утра мы хотели проверить лунки на предмет подлещика, которого я вчера весь день пытался прикормить. Но, приехав на место, я увидел жерлица дяди Вова, которые, в общем-то, из шести три сработали. Ну, что ж, это фантастический результат, когда 50% жерлица срабатывает. Ну, надо ещё реализовать поклёвку. Содрал жевца. Пойдём смотреть следующую. Не только с Настей Владимира сигнализировали о поклёвках. Роман тоже ставил жерлицы, и они также стояли с поднятыми флажками. Впрочем, это ещё не означало, что там сидит рыба. Это тоже неразмотанно. Видно, что примерзла леска, и она просто сдёргивала жерлица. Да, пусто. Первый раз такое вижу, что-то странное произошло. Видимо, щука настолько сильно мотала, что дополнительные витки лески просто соскочили, и вокруг жерлицы обмотались, вокруг палочки. То есть, тут лески, в общем-то, немного осталось, а вот на самой жерлице оборотов пять, наверное. То есть, она, получается, запуталась. Ну, надо вытаскивать. Главное, чтобы всё это намертво не примерзло. Иначе смысла никакого. И как на слово, багра нет. Ох, взять будет сложно. Рыба-то есть. Что-то некрупное, может, на Налима даже похоже, но... Она не проходит в лунку, это раз. А во-вторых, она пересекла другую жерлицу. Она вообще могла зацепиться за другую жерлицу. Она не проходит. Лунка смёрзлась за ночь. Называется, лучше надо присыпать было. Вот она уходит обратно. Испугалась шумовки. По поведению больше похоже на Налима. Щука бы так долго не смогла бы болтаться здесь на крючке. Перекусила бы сто процентов уже. Хотя нет, пасть вроде щучья. Как и положено, в такие моменты багор находится на базе. Ну вот она, рыба. Чем её подцепить? Цеплять-то её по большому счёту и нечем. Голова-то у неё, в принципе, почти прошла. А вот тело почему-то не проходит. Щука не крупная, около килограмма. Ну и лунка у меня соточная. Надо было... Соточная она стала, потому что замёрзла. Была-то 130-ая. Возникает вопрос. Как? Бороться она уже не борется. Сил у неё, видать, совсем не осталось. Ну-ка, попробую я сделать один фокус. Есть у меня булавочка с собой. Использую я её вместо багорика. Просто... Нацеплю на пасть. И за неё попробую вытянуть. Есть. Ну, больше килограмма. Даже больше полутора, я думаю, килограмма под два. Поэтому она не пролазила. Вот у неё икра. Скорее всего, кого-то она ещё съела по дороге. Мне очень повезло, что она зацепилась за ус. Так она не могла перекусить леску. А поводки лесочные. Вот он у неё с краю. И она ничего сделать не может. А живец глубоко в пасте. То есть туда лучше даже не лазить, а цеплять. Проще уже потом достать на базе будет. Ну, что ж, достойно. Очень достойно. И грамотно выкрутился с булавочкой. Хотя багор нужен. Носите багры. Ну, если эта щука не запуталась за соседнюю жерлицу, то тогда поклёвка на соседней произошла совсем недавно. Вот она её и разматывала, в общем-то. Это я распутаю позже. Надо заняться другими жерлицами. Булавочку далеко убирать не буду, наверное. Хорошо, что щука взяла, видимо, вечером. И, растратив все силы, просто ждала, пока Роман управится. Позже выяснилось, что весила она 2,5 килограмма. Неплохой экземпляр. Снегом даже присыпал. Вот холмик сделал. Всё равно мороз пробил всю эту защиту. Тут тоже, наверное, пустая. Она за корягу зацепилась и отскочила. Здесь лунка подмёрзла не так сильно. Но рыбы я не ощущаю пока. Вполне вероятно, что эта жерлица сработала от того, что её зацепила эта щука. Как раз расстояние метров 10, а лески она смотала метров 15. И, идя по кругу, она пересекла ещё одну жерлицу. Да, к сожалению, так. И живец в траве, соответственно, эта жерлица, она не работала в течение всего дня. И надо проверять третью. Хотя она стоит на таком же расстоянии от первой. И вполне вероятно, что и её эта щука зацепила. Получается, что пустые плашки. Ну вот надежды тают. Осталась одна. А та вон дальняя, это мы вчера ещё обнаружили её. Там зацеп был глухой. Я думал, что она распутается к утру. Но вряд ли. Из всех проверенных жерлиц с рыбой была пока только одна. Удачу принесла снасть, стоящая на двухметровом бугре. Жерлицы, выставленные у камыша, сработали все до единой. Но все оказались холостыми. Нет, здесь пусто. Здесь, к сожалению, ничего нету. Живец на месте. Чувствует себя нормально. Тут, видно, нужно постоянно следить за ними. Иначе толку нет. Иначе всё уйдёт тростник. Затянет пять поклёвок и ни одной щуки. Очевидно, нужно захлёстывать леску, как это делают местные рыболовы. Вот тут оставляют метр четыре лески. И всё, она, если уж сядет на крючок, то где-то рядом будет, не уйдёт тростник. Ну что ж, результат всё равно положительный. Рыба достаточно крупная. Мне кажется, два килограмма у неё есть. Ну, подумаешь, остальные сработали по её же вине. Ну, зато лишний раз понервничал. Получил дозу адреналина. А сейчас надо проверять уже подлещика. Шансы есть. Если щука клюнула, которую так долго ждали, то я думаю, подлещик может подойти. Чем чёрт не шутит. Луки за ночь замёрзли. Я их не присыпал, поэтому сейчас нужно будет рассверлить. Здесь я, насколько помню, метров шесть. Достану вчерашнюю удочку, на которую ловил. В общем-то, менять тут ничего не собираюсь. Здесь даже мотыль со вчерашнего дня остался. Ну, я насажу, конечно, свежего. Хотя и на этого, наверное, поймать можно. Роман приступил к поиску подлещика. А Владимир переоснащал жерлицы. На Алё мы задержимся ещё на пару часов. Так чем чёрт не шутит, авось зубастая хищница проголодается и выйдет на охоту. Хотя вчера, в это время суток, у неё аппетита не было. Нам остаётся надеяться, что не каждый день на этом озере одинаков. А усвоенные на вчерашней рыбалке уроки не пройдут дар. Вот что-то некрупное опять попалось. Правда, это подлещик. Мелкий, но подлещик. Ну, размер, конечно, ему не тот, но, в конце концов, хоть подлещик. Может быть, и остальные более крупные собратья там подошли, просто сейчас их надо поймать. Ну, эту я, наверное, выпущу. В конце концов, вот хотел подлещика, получил. Оп, убежал. Ну, ладно, мне его не жалко, в общем-то. Он сам свою судьбу сейчас решил. И, в принципе, в правильную сторону. Надо будет поймать его ещё раз, когда вырастет. Сейчас-то он, в общем-то, не к спеху. Вот хищник брать не хочет, сколько я его тут не искал. А вот тут на шести метрах нашёл пятак, где буйствует плотва мелкая. Для глухозимия это, конечно, весело. Но хотелось бы что-нибудь покрупнее. Вот она даже опуститься не даёт мормышке сейчас. На спуске. Дошла до дна мормышка. Не удалось на спуске её взять. Сейчас мы её игрой. Берёт чисто по-мартовски. Так вот, еле-еле слабенько. Сейчас опять на спуске попробую. Оп, оп. Вот она. Вот она. Мерная. Небольшую мормышку. Вовли, конечно, не самая интересная. Но когда ничего не удаётся добиться от хищника, приходится вот немножечко так посидеть. Половить мелочь. Чтобы хоть как-то успокоить рыбацкую страсть. Как-то всё меньше и меньше попадаются подлещики. Всё прозрачнее и прозрачнее. Странно это. Ну, ничего. Где-то, значит, крупнее плавает рядом. Ну, ещё нам всё не везёт. За подлещиком приехали, подлещика и поймали. Так что, может, покрупнее чё. Я надеюсь. Конечно, и это уже результат. Ну, хочется же всегда больше. Мормышку, конечно, большую не поставишь. Потому что рыба-то мелкая. Она не будет брать большую мормышку. Поклёвка и плотвичка. Лифтинг называется рыбалка. Вот она. Ха! Ушла. И её счастье. Это, конечно, живец неплохой. Вот чего-чего, а живца ловить не хотелось. Неужели наша затея с возвратом на озеро оказалась пустой? Ещё вчера Роман очень обильно закормил лунки и надеялся, что сегодня на них можно будет спокойно ловить целый день. Но если в Подмосковье такой номер проходит, то на озёрах Псковщины нет. Собрав прикормку, подлещик сразу уходил, уступая место вездесущей плотве. В принципе, всё одинаково. Плотва. У дна стоит подлещик. Да, много рыбы, но, к сожалению, не крупная. Хотя цель достигнута. Подлещик пришёл. Пусть он подходил всю ночь. Но это не страшно. Надо учитывать, что на этом водоёме никто практически его не прикармливает и нет таких мест, где он пасётся постоянно. То есть, если кормить три дня, то вполне вероятно, что сюда придёт и лещ. В общем-то, всё логично. И на рыбалку сюда надо приезжать дня на три, на четыре. Тогда по белой рыбе можно серьёзный результат показывать. И где-то в сантиметрах в пяти от дна вот поклёвка идёт. Вот. О, это окунь. Тоже живец. Затесался в ряды плотвы полосатик. Тоже живцовый, хороший живец. Но щуку мы пока не дождались. Щуки пока не было. Крупного подлещика тоже. Раскусив поведение этого привереды, Роман понял, что удержать его возле лунки может только постоянная порция до корма. Как только он начал чаще опускать мотыля в лунку, расклад резко изменился. Ну вот. Ж другое же дело-то, а? Ну, совсем всё хорошо. Ж самое интересное, форма у него необычная. Он прогонистый, он больше похож уже на взрослого леща по форме, нежели на подлещика нашего подмосковного. То есть он какой-то более массивный и в спине толще. При таком размере он, я думаю, граммов под 100 должен весить. Ну, такие вот они озёрные вообще подлещики. И как бы это не в первый раз я сталкиваюсь. На такого рода озёрах именно подлещик такой, скажем так, спортивный, именно по строению тела. То есть он накачанный и мощный. По наблюдению Романа, на озере Алё мирная рыба пасётся на шести-семиметровых свалах, переходящих в широкие столы. Плотва занимает весь склон, а подлещик держится на границе свала и стола. Он выстраивался вдоль основания свалов, не поднимаясь вверх по склону и не отходя в сторону дальше нескольких метров. Впрочем, там пасётся и другая рыба. Тоже покрупнее. Это больше на густёрку похоже. Да, это густёрка. Это один из братьев подлещика, но у неё розовенькие плавнички и форма тела другая. Вот подлещик явно при таком размере отличается. Когда они маленькие, их вообще очень сложно отличить друг от друга, но вот в таком виде они явно контрастируют. То есть если их положить рядом, то видна разница. Мы уже говорили, что озеро Алё относится к водоёмам лещово-ряпушкового типа. Эти два представителя ихтиопауны считаются здесь главными объектами рыбного хозяйства. Хотя густеры, уклейки, платвы, окуня, налима, краснопёрки, щуки, езя и, конечно же, ерша на Алё тоже хватает. Ещё один. Вроде повеселее. Опа! Ещё крупнее пошёл. Так это ж праздник какой-то. Уже такой человеческого размера подлещик. Конечно же, крупный, двухкилограммовый лещ в озере тоже есть. Но чтобы его привлечь, пришлось бы основательно раскармливать точку в течение нескольких дней. Причём не мелким мотылём, а крупным. Местные рыболовы кормят свои лещовые лунки распаренным горохом. Такая прикормка из крупных фракций вполне подходит для леща. Хотя, возможно, гранулированный корм сработал бы лучше. Жалко, у нас не было времени это проверить. Опять солнышко вышло. Прогналы облака-то были такие прям. А дальше идут опять снежные. Сейчас его закроет солнце. Морток. Морток. Здесь хорошо летом, наверное, вот у этого тростника. Здесь глубина довольно большая. Поспиннинговать. И окунёк должен держаться, и щучка. Разные рыбы. Говорят, и я здесь есть. Тут вот между тростниками окна есть такие. Туда можно забрасывать. Можно даже поверхностной приманочкой половить. Интересное место. Вот я люблю такие тростники. Вот там, где щуку выпускают. Вот, например, в Швеции я был, в Катесауне. Там озёра у них такого же типа примерно. Северные. И вот у такого тростника обычно стоит окунь такой. Килограмм полтора, два. Даже вот на такие здоровые воблеры берёт. Но там, правда, всю рыбу отпускают. Там её не берут, не забирает никто. Там щуку ловит крупную. Окуни даже они там за рыбу-то не считают. У них специальное вот это озеро для соревнований по щуке. Я там как раз участвовал в чемпионате стран Балтики. Там были Прибалты, Латвия, шведы, финны. Ловили щуку. Поймали за 6 часов. Поймали 150 штук на всех. Вот на 4 или 5 команд. Это очень много. В Швеции они не по килограммам рыбы считают, а по сантиметрам. То есть вот в лодке мы сидели вдвоём с напарником, а на веслах сидел судья. У него была такая труба пластиковая с линейкой. И вот когда достаёшь щуку, он тут же её меряет, заносит, отпускает и заносит данные в такую ведомость. И потом ты, значит, я скидывал, там 3,5 метра поймал, например. Ты уже там где-то на первом месте, на втором, на третьем, там в тройку лидеров ходишь. Два метра, это уже где-то в десятке, там полтора метра, это вообще где-то 25-й. Такая вот система подсчёта. Вот только байке и остаётся рыбацкие рассказывать. Сидим здесь, рыб не берёт. Ранение уже получил тут от коловорота. Рыбу брать не хочет. Март, середина марта. Владимир абсолютно прав. Летом у этого озера поклонников прибавляется. Помимо рыболовов, которые занимают укромные заливчики, небольшие острова и камышовые заросли, на озере появляется масса отдыхающих. Впрочем, это не вредит водоёмам. Кроме многочисленных заливов, бухточек и мысов, на озере находится целый архипелаг островов, около 70. Есть островки, на которых едва ютится десяток деревьев, но есть и такие, что впору обживать небольшим посёлком. К тому же Алё взято под охрану как ландшафтный памятник природы, так что на его берегах не скапливаются горы мусора, а рыба не рискует заплыть в браконьерскую сеть. Но как бы ни было хорошо на Алё с рыбалкой летом, в марте здесь тоже жаловаться не приходится. Правда, после некоторого оживления и нескольких крупных ребёшек на мормышку снова начала клевать всякая мелочёвка. Ну, раз ёж подошёл, значит, подлещика здесь уже нету. Ну, хотя эти попались уже неплохо, и подлещик нормальный. Вроде как улов есть. Я думаю, надо заканчивать на этом. По подлещику он вообще быстро прикормку съедает, поэтому его нужно кормить часто и много. Ну, естественно, когда он уже подошёл. Ну, её сложно перекормить. На этом, наверное, и всё. День удачный. Всё ещё нужно для полного счастья. Ну, что сказать про этот водоём? Водоём неплохой. Здесь, очевидно, можно ловить щуку в середине марта. Единственное, что я чисто технически подготовлен. Он был плохо к ловлю жерлицами. Ну, если бы я сюда приехал второй раз, я бы совершенно по-другому поставил жерлицы и другую оснастку бы применил. Чисто подмосковный вариант здесь не сработал. Слишком много лески намотано было на шпуле. И щуку вводят её сразу туда, в коряжник, в тростник. Ну, времени у меня больше нет, я уже второй раз пройти по этой дороге не могу. Только в следующий раз, если приеду сюда. А так озеро очень красивое, рыбы здесь достаточно много. За один день его не исследуешь. Здесь же около 75 островов, громадная территория, и рыба где-то есть, конечно, надо искать. Ну, а так рыбалка, рыбалка состоялась, я считаю. Всё-таки что-то мы узнали о водоеме. Начало марта, озеро Алё. Средняя температура минус 9 градусов. Давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 1 метр в секунду. Переменная облачность. На этом мы прощаемся с озером Алё. Наши эксперты добились здесь того, чего хотели. Впереди у нас новые встречи с водоемами Псковщины. Путешествие по озерному краю продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова